Всем привет! В свете последних событий мы решили взять интервью у Саши Стрэнджера. Привет, Саша! Привет, Маша! Я думаю, что мы не будем начинать с самого горячего, мы оставим это напоследок. За последнее время было сразу несколько ситуаций, в которых Empire фигурировали, где-то в хорошем свете, где-то не очень. И я думаю, что первое такое яркое пятно это ситуация с уходом Ayrat из команды. Можешь рассказать, почему он ушел и когда это стало известно? Ayrat перешел в Virtus.pro в период трансферного окна декабрьского. Тогда, думаю, что многие знали о том, что Virtus.pro испытывали интерес к Ayrat, и причем не один трансферный сезон. Этой осенью дела у Империи шли особенно неудачно, поэтому причина его перехода в том, что он хотел попробовать что-то новое, поиграть с тем же годом, с которым они хорошо общаются, ну и в более сильном коллективе, как он это видел, как он себе представлял. Для него это тоже было довольно сложное решение, несмотря на то, что многие думают, что вот, как бы он ушел достаточно легко. Нет, он тоже долго думал, много сомневался. Касательно того, когда нам стало это известно, это стало известно нам, когда мы играли в Вильнюсе на турнире. И тогда Ayrat позвонил, сказал, что вот он хотел бы перейти Virtus.pro и со мной непосредственно связался FNG. По этому поводу, что я сказал, что Артем, надо бы поговорить с менеджментом, по факту. Там уже они, игроки между собой договорились, все в принципе было решено, остался только вопрос контракта Ayrat и его трансфера. Еще важный момент, то что многие в тот момент думали, что вот Ayrat не поехал в Вильнюс на гейм-шоу DreamHack, потому что он уже был в Virtus.pro и собирался с ними ехать на другой LAN, и вообще в целом не видел смысла. Причина была не в этом. Даже если бы он не вел переговоры с Virtus.pro, он бы все равно на этот LAN не смог поехать, по семейным обстоятельствам, которые я в принципе не вправе раскрывать, так как это его личное дело. Но там действительно была ситуация, игроки это знают, они могут подтвердить, что он поехал домой в срочном порядке после DreamLeague. А потом уже там параллельно и мы ввели с Virtus.pro переговоры, и соответственно сам Ayrat дал нам знать о том, что он хотел перейти. Процесс трансфера Ayrat был очень сложный с юридической точки зрения. Как вы знаете, у нас с Virtus.pro не самые теплые отношения, есть определенная напряженность. И я очень рад, что мы с Diver'ом в последнее время смогли это все преодолеть. Мы нормально общаемся, и в том числе по трансферу Ayrat'а все завершилось. Все финансовые обязательства были выполнены, и с одной и другой стороны все документы были подписаны. Поэтому без каких-либо взаимных претензий, без каких-либо разногласий, Ayrat уже спокойно перешел в Virtus.pro, как фактически, так и юридически, и мы нормально общаемся теперь, и стараемся в будущем работать вместе, чтобы не было никаких недопониманий. Стараемся все это решать. Следующий такой громкий уход из Империи – это был уход Resolution, который был один из сторожилов команды, и тоже комьюнити очень остро воспринял эту ситуацию. В чем была причина здесь? В своем подкасте Рома говорил, что он хотел попробовать себя в другой команде, в иностранной. И действительно, он говорил это менеджментом. Говорил давно, и мы все прекрасно понимали о том, что есть такой момент, и что он при возможности использует этот шанс. Конечно, нам бы этого не хотелось. По понятным причинам мы потеряли не только одного из сильнейших мидеров, даже не СНГ, даже не Европы, наверное, одного из сильнейших мидеров мира, но и капитана, которого, в принципе, даже до сих пор мы не можем заменить. Но мы его отпустили без проблем, потому что у нас была договоренность, мы все понимали, как это важно для него, и что это возможность попробовать себя что-то новое, и лишать такой возможности было бы несправедливо. Мы расстались с ним очень хорошо, и я надеюсь, что в будущем мы еще поработаем вместе. Вот ты упомянул про капитана, и в связи с этим у меня возник вопрос. Ты мог бы сказать, что у команды Empire есть вот некая структура? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Некоторые команды, например, команды плана Team Secret, они строятся вокруг капитана. Есть PPA, он набирает игроков, которые ему нравятся, и выстраивает игру так, как ему угодно. Empire в этом плане, наоборот, всегда казались командой, где нет какого-то ярко выраженного лидера. То есть, по-моему, с тех времен, как ушел Габблак в 2012-2013, по сути, ярко выраженного капитана, прям такого, в коллективе-то и не было. Я ошибаюсь? Или так и было? Ты, в принципе, права. Но если в целом посмотреть на все свои команды, то вот есть FNG, который, можно сказать, пикер, но и тот, который подвергается достаточно большой критике. Есть Габблак, который периодически собирает новые команды, которые чего-то добиваются, но потом результаты падают. Но на этом, в принципе, список можно заканчивать. Есть еще игроки Веги, саппорты Веги, Семен, Соло, которые капитане там по очереди. Но все равно это очень мало. В СНГ-регионе очень мало игроков, которые хотят заниматься этим и которые не боятся брать на себя эту ответственность. Конечно, очень легко играть, нажимать кнопки, просто катать папчики и ни о чем не думать. Работа капитана очень большая и очень сложно ее выполнять. Поэтому СНГ-игроки, наверное, боятся, что ли, этой ответственности и не хотят именно работать в этом ключе. Как сказать, капитан у Империи он был всегда, но он был не в том смысле, как вот Пупей. Был лидер, который задавал тону всему. Если посмотреть состава, когда там был Маг, Флай, Ванскор, Скандал и Сайлент, таким лидером был Маг. Он много говорил, он пикал, но, естественно, по факту, большинство решений на пиках принималось командой. Потом, когда пришел Резолюшн, даже когда он не был на капитанском слоте, он всегда был лидером. В последнем составе Империи, можно сказать, было два лидера. Резолюшн и Сайлент. Резолюшн, он был более открытый лидер, который был на капитанском слоте, который, соответственно, в какой-то момент брал на себя инициативу и по пикам, и по решениям. Сайлент был тоже лидер, но он, как человек более флегматичный, он был скрытый лидер. То есть, его тоже слушали, прислушивались к его решениям и советам. Причем, он почти всегда все говорил правильно. А сейчас же, когда мы лишились этих двух кор игроков, такого лидера с таким опытом и с таким настроем у нас, к сожалению, нет. Поэтому мы снова принимаем решения коллективно, но кто-то из игроков все равно в любой ситуации он будет выделяться, он будет брать на себя эти полномочия, даже если он этого не хочет. Ты как опытный менеджер, ты можешь сказать, что можно вырастить капитана? В СНГ нет капитанов, да, это правда, их можно посчитать по пальцам одной руки и то, знаешь, так с натяжкой. Но можно ли взять, допустим, коллектив молодых игроков и реально взрастить из одного из них не топ-мидера, не топ-кэрри, а топ-капитана? Конечно, можно. Можно вырастить любого игрока, но на это нужно время и ресурсы. А ресурсы не только финансовые, но и человеческие в плане игроков. Должны быть игроки, которые готовы помогать друг другу развиваться и доверять друг другу. К сожалению, в современной СНГ-сцене таких игроков практически нет. Конечно, проще загнобить друг друга, чем помочь, сказать, что проблема в ком-то еще, а не пытаться разобраться в себе. Поэтому это очень сложно. Среди молодых игроков, если растить, то тут проблема будет заключаться в том, что им потребуется гораздо больше времени, так как у них нет опыта. Конечно, наиболее перспективная модель – это сочетание молодых игроков с какими-то опытными людьми. Причем изначально лидером может быть этот игрок опытный. Потом молодой игрок со временем, он переймет у него часть навыков и может стать капитаном. Но так, чтобы взять пять игроков вообще молодых и одного из них растить капитаном – это возможно, но это сложно. Ты знаешь, мне кажется, ты сейчас описывал EG на самом деле, в которых были молодые игроки, были опытные игроки, и в какой-то момент молодой игрок, PPD, принял какие-то капитанские навыки, эфиры и сам стал капитаном. Ты задумывался о том, что модель EG – это рабочая модель, или ты просто абстрактную рисовал? Я рисовал абстрактную модель, и причем, если брать иностранных игроков, их вообще не рассматриваю как пример, потому что там другой менталитет. Наш менталитет полностью отличается. Мне бы, честно говоря, очень хотелось дать некоторым игрокам возможность просто поиграть самим без организации. Попробовать, чтобы они организовали что-то самостоятельно. Потому что у некоторых создается миф, что это очень легко, что сейчас все оплачено, что призовые большие, зарплаты не нужны. Можно просто играть, организация просто обременяет. Но это далеко не так. Очень интересно посмотреть, как бы они решали возникающие конфликты, разногласия. И как бы они просто банально даже себе оформляли визы и многое еще другое. Но модель Evil Genius я не рассматривал. Ты знаешь, я думаю, что команда без организации, она бы очень быстро прекратила свое существование. Возможно, даже до первой проблемы с визами или до первого конфликта, потому что всех адекватных игроков растащили бы организации просто из нее. Потому что организация это еще и зарплата, это еще некая привязка к коллективу. А так ты вольная птица, и тебя в любой момент утащат, не знаю, на более теплое место. Разве не так? Да, это так. Но даже зарплаты сейчас не сильно решают. Я бы сказал, что ключевую роль играет, наверное, менеджер. Просто человек, который принимает решение, когда ситуация в команде 2 на 2. То есть, как правило, есть какая-то полярность. Когда возникает проблема, есть две стороны конфликта. Кто-то поддержит одну, кто-то поддержит другую. А кто-то обязательно скажет, да мне все равно, решайте сами. Я как бы ни при чем, ничего не знаю. И вот в этом случае в личку менеджеру пишут, одна сторона какая плохая, другая, и другая пишет наоборот. И решение принимается менеджментом. По факту, получается, потом со стороны выглядит, что вот, менеджмент принял решение, а игроки здесь ни при чем. Но по факту, менеджмент просто так сам никогда не принимает решение. К каждому решению способствует какая-то предыстория, как правило, нехорошая, которую не хотелось бы рассказывать на публике. И другим менеджерам тоже делать этого не советую. Смотри, ты всегда ассоциировался с составами Empire. Но на самом деле всегда был и другой менеджер, непосредственно менеджер состава. В свое время она Хроникс, с недавнего относительно времени это Корбин. Ты можешь прояснить для публики, в чем заключаются ваши функции и в чем они расходятся? Потому что со стороны, я думаю, для многих это выглядит так, будто у команды два менеджера. И зачем это нужно, и кто чем занимается, людям непонятно. Честно говоря, не знаю, как это выглядит со стороны. Но когда был на Хроникс, я имел очень крайнее отношение к составу. Изначально так получилось, что в какой-то момент на Хроникс был недоступен по состоянию здоровья. И мне пришлось просто собирать команду. Естественно, тогда я с ним постоянно был на связи. Это были адские вечера, когда мы созванивались, пытались все это решить. Потом я ему в каких-то вопросах помогал, в частности по документации по игрокам из РЭП. Но большую часть работы всегда делал он. И там моя роль была минимальная. Очень удобно работать, когда есть два менеджера. Потому что по принятию даже решений, иногда это очень сложно одному человеку. Всегда приятно посоветоваться. И именно в разговоре даже двух менеджеров может родиться какая-то идея. Мы никогда не принимаем решения в одиночку. Мы всегда спрашиваем кого-то, собираем какую-то информацию. А потом уже на основании всех данных делаем какой-то вывод. Когда Анахроникс сменил Корбан, тут, конечно, уже с Dota-составом я работаю больше. Корбан непосредственно занимается расписанием, тренировками. И он с командой ездит на ланы. То есть он с ними постоянно. Я лишь захожу иногда, слушаю созвоны. Но с Корбаном мы общаемся чуть ли не каждый вечер. Поэтому его функция, она непосредственно исполнительная. А моя больше контролирующая. Ну и плюс, естественно, я не только с Dota-2 составом работаю. Я работаю еще и с составом по Лиге Легенд. И многие другие вопросы решаю в Team Empire. Откуда берутся игроки, всем понятно. А откуда берутся менеджеры? Вот как, например, Корбин попал в Team Empire. Один очень хороший друг из моего прошлого посоветовал мне этого человека. И я очень счастлив, что удалось его найти наконец-таки. Потому что проблема с менеджером очень большая. И я, честно говоря, даже не знаю, что делать, когда уходит менеджер в раскар сезона. И где взять человека, которому можно доверять. Потому что если ты контролируешь каждый его шаг, то зачем тебе менеджер? Ты можешь сам все это делать. По факту, откуда берутся менеджеры, я даже не могу ответить на этот вопрос. Они просто появляются и их очень мало. Это, как правило, адекватные люди, которым интересно работать. И которые видят какую-то перспективу и имеют желание изучать что-то новое и открывать для себя. На самом деле, работа менеджера – это достаточно неблагодарное дело. Но она дает тебе колоссальный опыт развития, который можно применить потом практически в любых сферах. Ну, это было небольшое отступление в сторону. Если дальше двигаться по хронологии событий, то мы сталкиваемся с киком хвоста. Который, опять же, так прям свалился, как снег на голову на комьюнити. Опять же, был негативно всеми воспринят. И тут встает вопрос, как и почему. Ведь хвост, он на самом деле не то, чтобы забустил команду. Но, несмотря на все потери, с хвостом определенных успехов достигли они. Да, тут, конечно, мы подходим к самому интересному, который все так долго ждут. Очень жалко, что в данный момент хвост находится на отдыхе. И мы с ним не смогли нормально в скайпе поговорить. У нас разговор запланирован сразу по его возвращению. Потому что я обязан извиниться перед Сашей за этот кик. Это необходимое решение. По сути дела, очень тяжелое решение. Сейчас поясню, почему. В процессе тренировок в команде, в том составе, в котором мы играли с резолюшеном, и после его ухода, в команде возникла полярность. Соответственно, Алоха и Нофир, они не хотели играть с фаником и хвостом. Причем, опять же, мы становимся ситуацией, когда люди не могут сказать другу в лицо. Они могут говорить только менеджменту. А потом, когда менеджмент собирает всех в одну канфу и говорит, ну вот, пожалуйста, высказывайте ваши претензии. Претензии почему-то исчезают. Когда мы брали фанника и хвоста в состав, мы все находились в одной комнате. Это было в Москве после Дримхака. И каждый подтвердил, что да, мы так готовы играть. Когда случился этот переход, мы уже тогда решили, что Алоха Дэн станет кэрри, хвост уйдет на хард, а фаник станет саппортом. Но мы сделали эту замену только после менеджера, потому что у нас было мало времени, чтобы тренироваться на новых ролях к менеджеру. Это все понимали. И именно тогда вот уже все согласились на таких ролях, всех все устраивало. Теперь же мне некоторые люди говорят, что тогда даже уже они знали, что вот менеджмент взял в команду этих людей и все заруинил. Что вам мешало сказать нам об этом лично? Чего вы боитесь высказывать свое мнение, когда вы находитесь один на один и смотрят друг в глаза? Мне это просто непонятно. Теперь же из-за этого возникают все проблемы. В итоге у нас так получилось. В команде появилась полярность. ФН он новый человек, он стендин, и поэтому, естественно, он в данном случае не играет роль определяющего. Приходится выбирать. Тут еще, скажем так, даже, наверное, не плюсом, а получился, что нам надо ехать на Лан Дота Пит, на который надо покупать билеты. Уже сейчас, по сути дела, нужно было купить эти билеты до первого числа. То есть времени, когда откроется трансферное окно, закончится мажор, его практически нет. И, соответственно, получается состав раскалывается на две части. В этом составе ехать никто никуда не хочет. И приходится выбирать. То есть выиграли и Фаник, и Хвост, и Алоха, и, ну, Фир выиграли поездку на Дота Пит. Ну, еще и Резолюшн выиграл, которого с нами уже нет, к сожалению. Но, тем не менее, кто-то из них не поедет. И решать менеджменту. Опять же, в данном случае мы очень долго думали, смотрели различные варианты. И вариантов у нас были несколько. В частности, незадолго до первого числа Алоха написал, что так и так, они бы хотели играть в составе с Автолайфом, с Йоку, с Фаном и с Нолфиром. Причем Алоха жертвует ролью Кэрри, возвращается на саппорта. А Кэрри отдаем Йоку. Фан остается в миду. Но Автолайф, соответственно, идет в харду. Но Автолайф, Алоха сказал, что он договорился все с Автолайфом. Там все нормально. Но, соответственно, на дотапит он поехать не может, потому что он за спирит заявлен. У нас остается, ну, Фанник, соответственно, получается, переходит на харду. Но Фанник по ряду обстоятельств не смог поехать на дотапит. Нам, получается, мы уже тогда знали, что он не сможет поехать на дотапит. Поэтому, соответственно, нам нужен стендин. И среди свободных хардеров, которые могут нормально сыграть на дотапите, плюс еще потрениваться с командой к этому периоду, был только Гостик. У Гостика как раз заканчивался контракт с Роксами где-то в окончании мейджора. Но, собственно, на момент записи данного подкаста еще Гостик не сыграл ни одной игры за нас. То есть, по факту, мы его забираем как свободного агента на стендин после мажора. А будет ли в составе того, что дальше, это не ясно. В общем, получается такая картина, что либо у нас есть такой состав, который предлагает Алоха. В нем есть свои плюсы, есть свои минусы. Мы, конечно, спорим по этому вопросу, потому что у менеджмента большие сомнения. В частности, у меня большие сомнения по поводу этого состава. Да, плюс его в том, что ребята знают друга давно. Но составы друзей – это очень спорный момент. Мне приводят пример альянсов, что они все друзья. Да, да, да. Но, опять же, разный менталитет, разные подходы. Но в данном случае аргумент в том, что ребята хотят играть, ребята все умеют нажимать кнопки. Все, в принципе, уже с опытом более-менее, с каким-то. И они уверены, что они чего-то добьются. Хорошо. В данном случае, если делать на основе Алоха состав, в данном случае все было понятно. Что делать, если делать состав на основе фанника и хвоста? Алоха было, понятно, менее хорошо. Поэтому нам пришлось выбирать. И выбор пал на состав Алохи. Мы поверили его аргументам и дали какой-то шанс. Соответственно, хвост, получается, к сожалению, покинул нашу организацию. А фанник у нас пока остается с нами. Ну и, в принципе, учитывая ряд событий, по автолайфу вообще ничего не понятно. Потому что на данный момент его уже кикнули стимспиритов. Но менеджмент наш с ним не контактировал вообще. На данный момент мы тренируемся, будем тренироваться в составе Йоку, ФН, Алоха, Гостик и Ноуфир. Причем в этом составе Tech Empire имеют только два человека. Это Ноуфир и Алоха. Остальные будут стендинами. И решение о том, какой состав будет в конце, мы будем принимать уже после тренировок и после Дота Пита. Но фанник, подчеркиваю, также остается в составе. Он не покидает нас, с ним все в порядке. Я хочу просто уточнить, чтобы понять, что я ничего не упустила. Изначально была полярность, с одной стороны фанник хвост, с другой стороны Алоха, Ноуфир. Да, верно. А сейчас почему они решили дать шанс фаннику? Не боишься ли ты ситуации, что они уже все для себя решили? Игроки уже приняли для себя решение, они хотят играть с таком своих фронтов. То есть не является этот тестовый период каким-то пустым звуком на самом деле? Если они уже решили, с кем они хотят играть, а фанник уже давно их не устраивает. Ну по фаннику на самом деле там не было таких категоричных претензий, тем не менее. Ну в частности, может быть даже на харде его видели больше, чем на саппорте. То, что ты сказала, да, оно вполне имеет место быть. И может быть эта команда и отправится играть где-то, но не в Team Empire. Чтобы этот состав играл в Team Empire, должны быть аргументы у всех игроков, почему тот или игрок их не устраивает или почему тот игрок лучше. Когда эти аргументы достигнуты, когда в нормальном разговоре с менеджментом это все рассказано, все показано, мы можем на это согласиться. На данный момент мы будем тренироваться и пойдем на Dota Pit, а что будет потом, посмотрим. Тут же еще как раз, думаю, мы сейчас к теме Ramzes еще вернемся, ведь не все же это просто так было. Ну да, мы еще обсудим и этот поворот, и эта история. YouTube упомянул Афтерлайфа и сказал то, что с ним никто из менеджмента не общался. Получается, что связь с ним поддерживал кто-то из игроков, потому что, по словам капитана Team Spirit, Каблака, Афтерлайф вообще еще во время своего буткемпа дал согласие на то, чтобы поехать на Dota Pit. Но при этом получается, что общения с менеджментом Empire у него не было. Получается, что так. Насколько я знаю, что Афтерлайф хороший друг Алохи Нофира, и, наверное, кто-то из них, я полагаю, Алохи, общался. А о чем они общались и достигнуто или какое было согласие касается Dota Pit, я точно не знаю. Я знаю, что они говорили, что после мажора они бы хотели играть вместе. Но так, чтобы 100% он едет на Dota Pit, такого не было. Если бы он мог 100% ехать на Dota Pit и прислал нам документы, нам бы не надо было брать гостика с Тандином. Мы бы могли взять с Тандином Афтерлайф и потестить его. Иначе такого не было. Я думаю, мы на 100% уже не узнаем, кто из тех трех сторон преувеличил ситуацию или что-то додумал, но самое главное, что никакой от вас, от организации инициативы в этом плане не исходило. Что ж, ну и все-таки мы подошли к самой горячей теме сегодняшнего дня, по крайней мере того дня, когда мы ведем эту запись. Это многочисленная, противоречивая и очень такая провокационная информация, которую в своем интервью, собственно, дал Габлак на Шенхаймейджере. Мы уже обсудили вопрос Афтерлайфа, и там еще поднимался вопрос Рамзеса. Речь шла о том, что с Рамзесом тоже говорил Management Empire, причем там такие крутые шпионские истории рассказывали, что к Рамзесу подсылали каких-то людей из Европы, и он думал, что говорит с друзьями, а там были какие-то просто, я не знаю, секретные агенты империи. Вообще, какая доля правды есть в этой информации? Связывались ли вы как-то с Рамзесом, имели ли виды на него, как на игрока? После прослушивания интервью с Габлаком, я уже начал подыскивать себе подходящую аватарку Мариарти, потому что позиционирование там именно такое. На самом деле, я не знаю, может быть, едой они отравили, чтобы такое придумывать, но это полный бред, на самом деле. То, что Management Empire подсылал иностранных игроков к Рамзесу, чтобы узнать какую-то информацию, это я не знаю, это просто... Как они могли до этого додуматься? Если бы мне нужна какая-то была информация, я бы сам это лично спросил. Это мне ничто не мешает сделать. Касательно контактов с Рамзесом, я могу сказать однозначно, что я говорил с Рамзесом всего один раз. Я ему писал в контакт, Я ему писал после того, как Team Spirit отыграли свои игры на групповом этапе. И я именно писал ему потому, потому что я понятия не имел, какой у него контракт, когда он заканчивается и какие у Рамзеса планы. Ситуация была в том, что надо было брать билеты на Дота Пит и надо было в целом понимать ситуацию по решафлу. Как что будет, на кого можно рассчитывать, на кого не можно рассчитывать, кого можно рассматривать, кого нет. Соответственно, Рамзес, я написал, ему сказал так и так, Рома, мы бы хотели видеть тебя в Империи после мажора, заинтересован ли ты в этом или нет. На что мне Рамзес однозначно ответил. Сейчас я ничего сказать тебе не могу, мы поговорим после мажора. И с тех пор у нас контактов никаких с ним не было. То, что там говорили и стал во время буткемпа, ничего подобного. С Рамзесом я не знаком. Это вот наш был первый контакт. По этому поводу. И в целом, в этом интервью очень много говорили про то, что вот киберспорт в СНГ, что он становится таким непривлекательным, что все так происходит. А по факту, как это выглядит? Получается, что они находятся там все в Шанхае. Еще там будут несколько дней находиться вместе. При этом, Вилат берет интервью о капитан Тим Спирита, который, скажем так, нелицеприятно говорит о Afterlife. Не только о человеке, но и о игроке плохом. Делал ему сразу плохую репутацию. Они его кикают, делают ему плохую репутацию. И типа, ищи себе команду новую. И также кикают сразу Рамзеса. Я представлю, каково сейчас Рамзесу и Afterlife находиться там на мажоре. Они же, как минимум, вместе еще будут там на завтраке, на обеды ходить. Это просто некрасиво. Значит, в чем была необходимость именно писать такую новость прямо сейчас? Что это бы изменило? Ни для кого бы это ничего не изменило. Если команда Тим Спирит так относится к своим игрокам, с которыми у них какие-то там есть конфликты, ну, пожалуйста, удачи в поиске новых игроков. Но я считаю, это было сделано крайне непрофессионально. И неприятно по отношению к Рамзесу и Afterlife. Насколько я понял, там еще за кадром интервью стоял менеджер команда Тим Спирит. То есть, вопрос у меня к Артуру. Получается, что менеджер сказал тебе, Артур, что надо именно так сказать про Рамзеса и Afterlife. И очень меня еще удивил факт, что прямо в интервью Габлак озвучил личную переписку Алохи с Рамзесом, в которой Алоха не очень хорошо отзывается обо мне. Вопрос, зачем это все было сделано? Какая цель преследуется этим? Чтобы я узнал, как ко мне относится Алоха, это не новость для меня, это тоже непрофессионально. Или они думают, что мы тут кикнем Алоху сразу, и там, допустим, условно, они его заберут на кэри. Или, может быть, они думают, что такой Afterlife плохой его больше никто не возьмет. Не знаю, в любом случае, это очень странно все звучало, и очень неприятно, как мне казалось. Еще один важный момент. Вот, там говорили, опять же, Артур говорил, что никакого общения менеджмента и империи с менеджментом TeamSpirit не было. Да, действительно, общения никого не было. Но как вы себе это представляете? Я пишу, допустим, менеджеру TeamSpirit и говорю, так и так, хочу забрать у вас Рамзеса. Типа, отдавайте. Один раз я уже попробовал так сделать, но не именно по отношению к Рамзесу и по отношению к TeamSpirit. Мне было интересно официально переговорить с игроком команды Вега Семой. Я решил сделать все как нормально, все цивилизованно. Подошел к владельцу Веги и говорю, так и так, Леш, вот, есть игрок у тебя, Сема, нам он интересен. Мы бы хотели с ним пообщаться по поводу возможного перехода в империю. Это было давно. Ну, не очень давно, но еще в том году было. То есть временной период даже так сейчас и не вспомню. На что реакция последовала мылниеносная. Он никуда не уйдет, нечего с ним говорить, он 100% остается в Веге. Ну, хорошо, остается, не проблема. Давай я с ним поговорю, он мне скажет, что он, соответственно, остается в Веге, и все, я как бы отстану. Мне сказали, так, давайте поговорим вместе. Вот, разговаривайте только в моем присутствии. Без меня я запрещаю общаться с игроком. Я спрашиваю, ну, в чем проблема? Он говорит, тогда я буду с твоими игроками общаться. Да, пожалуйста, общайся. Если ты настолько не доверяешь своему игроку, что боишься его один на один оставить там с менеджером, конкурирующей командой, при том, что ты даже знаешь об этом разговоре, то о чем вообще может быть речь? Я говорю, пожалуйста, вот общайся с моими игроками. Вот они там сидят, зайди, предложи там, они скажут. Точно так же я мог сказать. Но контакт такого официального дела запретили. Поэтому это просто был пример, что не всегда такое общение, оно может быть конструктивным и продуктивным. При том, что мы же не делали какое-то предложение по выкупу контракта РМЗС. Мы не знали на тот момент, есть контракт РМЗС, нет контракта РМЗС. А самое главное, мы просто хотели узнать потенциальный интерес игрока работать с другой организацией после окончания мажора. Если бы у РМЗС был контракт, то мы бы, естественно, сразу связались с менеджером, и там уже пошел бы переговорный процесс. Если бы у игрока не было желания, он бы сказал нам, нет, я остаюсь, все. Мы бы тоже больше не писали. Там еще Артур сказал, что было какое-то давление. Давления никакого не было. Был написан один пост, на который был дан Ромой конкретный ответ, что он играет на мажоре. И все. А выставили это так, как будто там РМЗС уже чуть ли не сомневался, что он там уходит в импайр, и его из-за этого сразу кикнули. Не знаю. Это некрасиво. На твой взгляд, какая идеальная модель должна быть коммуникации в киберспорте, чтобы таких вот ситуаций двойственных не возникало? То есть, как в идеале должно проходить такое общение? Менеджеры с менеджером? Или, возможно, должно быть, как, знаешь, в традиционном спорте. У каждого игрока свой агент, и там менеджер ведет приговоры с агентом. Вот где эта грань между лишним официозом, ненужным, и тем, что игроки там меняют команды после бытовой беседы. Как это должно происходить в идеале? Если игрок меняет команду, то это точно не из-за разговора с менеджером другой команды. Если игрок меняет команду, значит, он так решил. Далее идет вопрос, какую команду. Но, как правило, игроки общаются между собой настолько тесно, что они уже условно к нам имеют какие-то договоренности. И порушить эту схему сейчас не представляется возможным, к сожалению. Это, конечно, неправильно. Это делает наш киберспорт на уровень ниже. Когда игроки сами решают этот вопрос, что вот я буду играть с этим, я буду играть с этим. Безусловно, они разбираются в доте лучше, чем разбираются менеджеры. Но тут же не только вопрос игрового уровня. Тут еще вопрос и взаимоотношений, и каких-то личностных качеств. Со стороны мы тоже видим очень много моментов, которые могут помешать построить сильную команду. Или, наоборот, помогут ее создать. Но по факту игроки вообще не ценят это. Они считают, что вот они правы и все. И пока этот стереотип не будет разрушен, у нас не будет сильных команд и сильных результатов. Я не говорю, что менеджер должен решать все. Нет. Естественно, игроки должны принимать участие и непосредственно участие. Но команда и менеджер, они должны работать всегда вместе. Никто не должен навязывать свою позицию одному другую. Безусловно, последнее слово всегда будет за менеджерами, потому что организация – это работодатель, а игрок – это работник. И игроки должны это уважать. На данный момент они немножко этого не понимают, к сожалению. Когда мы эту схему построим, мы сможем чего-то добиться. А как сейчас это исправить? Может быть, попробовать сделать то, что сделали Riot Games в своих LCS. То есть, грубо говоря, если менеджер другой команды связывается напрямую с игроком, то этого менеджера вообще Riot и банят. Просто банят. Таких примеров уже несколько было. Может быть, это и правильно. С другой стороны, это, конечно, уменьшит текучку кадров. Но когда общается менеджер с менеджерами, нет прозрачности. Нет прозрачности в том плане, что менеджеры будут максимально прятать своих игроков от других менеджеров. Это, наверное, тоже в какой-то степени логично. Если игрок захочет сменить команду, он так и так ее сменит. И в этом не будет никакой секрет. Он попросит выставить его на трансфер. Он попросится уйти просто. Но в любом случае, то, что игроки общаются с игроками, это, наверное, нормально. Ненормальный тот факт, что об этом пишут все, кому не лень. Я уже говорил лично Вилату, что вот эти твиты, которые анонсируют составы раньше, чем официальные анонсы, они не делают нашему киберспорту ему чести. Да, они делают ему лишних подписчиков. На что там Вилат отвечает? Что это ваши проблемы, следите за языком игроков. Но игроки-то, как правило, они молодые, неопытные, горячие люди. А комментаторы, они уже взрослые люди. Если мы хотим построить вместе какой-то соревновательный киберспорт профессиональный, комментаторы должны помогать командам, а не мешать. А пока что я вижу только деструктивную деятельность в этом плане. И очень печально. Я один раз сказал Вилату, и сегодня я вижу там то же самое. Вот этот анонс и домыслы. Хотя бы это можно формулировать как-то по-другому. Да, слухи разносятся, к сожалению, пока что с этим ничего не сделать. Надеюсь, в дальнейшем, когда игроки будут взрослеть, и сцена будет более что ли адекватной, так и будет. Но пока что зачем об этом кричать на каждом углу? Рано или поздно все будет понятно. А так, по этим анонсам может что-то еще и изменится. И вот еще момент интересный по интервью. То, что Артур говорил в конце, если я правильно помню, его спросили, какие планы у Team Spirit на будущее. Он сказал, что будем общаться с игроками, с какими называть, по понятным причинам он не будет, потому что некоторые игроки сейчас в других командах. Вопрос. Артур сказал, что они будут общаться с игроками, которые в других командах, а не с менеджментом игроков, которые в других командах. То есть, получается, он будет делать то же самое, что в чем в какой-то степени в интервью упрекают Team Empire. Вот. В общем, есть над чем подумать. Ну, это реально уже другая история, но двойные стандарты присутствуют, и от них, видимо, никуда не деться. Ты говорил о взрослом адекватном киберспорте. Как ты думаешь, можно ли построить взрослый адекватный киберспорт, в основе которого команды игроков 16-19-летних? Нет, не думаю, что это возможно, к сожалению. Ну, может быть, это возможно, но для этого онлайн это точно невозможно. Это только возможно на буткемпах. То есть, модели футбольных клубов. Когда ты живешь в интернатах, тренируешься, работаешь не только друг с другом, но и работаешь с преподавателями. То есть, это, допустим, и тренер, это и учителя, причем сразу бы я сделал изучение английского языка всем игрокам, потому что приезжать за границу – это просто стыдно. И какие-то другие базовые предметы – это и физподготовка определенная. То есть, все это должно быть. Вот к вопросу тренеров, кстати, очень раз уже заговорил об этом сам. Взять состав по Лиге Легенд. Вот я вижу, как работает наш состав по Лиге Легенд с тренером, и как работает наш ДТ2 состав. Это просто небо и земля. Тренер, они слушают тренера не только в игровых вопросах, но еще и в вопросах неигровых. Вот скоро будет буткемп, я посмотрю, как эта модель реализуется вживую, но по факту вот с молодежью можно работать, и можно из них что-то делать. Другой вопрос, что всегда, еще будучи в Старкрафте, и когда общался с разными игроками, я им говорил, что когда вы выбираете свое будущее, вот вы можете поступить в институт, допустим, или вы можете все бросить, заняться ДОТой, вы должны оценивать риски. Потерю высшего образования, потерю какого-то времени, или потерю времени, если вы ничего не добьетесь в киберспорте. Потому что играют в ДОТу, как мы по статистике можем посмотреть, там 11 миллионов человек, если я не ошибаюсь, на Интернешнл приезжает 80, а сколько из них СНГ-шных игроков там, ну максимум получается 20, после времени того меньше. И какой шанс попасть тебе именно вот в эту двадцатку, чтобы чего-то добиться. Конкуренция достаточно высокая, поэтому, не знаю, взял бы я на себя ответственность, что вот я скажу кому-то игроку, допустим, 16-летнему, что брось институт, брось, потому что ты закончишь школу и полностью давай киберспорт, я сделаю из тебя лучшего игрока. Не могу сейчас сказать, взял бы я на себя такую ответственность или нет. Поэтому пока что, отвечая на твой вопрос, скажу, что скорее нет, чем да, а если да, то только при полном проживании на тренировочных базах с работами со специальными взрослыми специалистами. Это очень интересная мысль, но я думаю, мы к этой модели придем очень-очень-очень-очень скоро. К слову, молодежи. Вот в Empire сейчас много молодых игроков, кто-то на правах стендина, кто-то на правах постоянного участника. Ну и то ли так вышло случайно, то ли это совпадение, то ли просто у нас в регионе все молодые игроки такие, игроки довольно строптивые, игроки с характером и игроки со скверной, скажем честно, репутацией. То есть, что FN, что NoFear. Про них очень много говорят, про них ходит много слухов. Ну и, в принципе, те люди, которые играют с ними в одном скиллбрекете и попадаются с ними в паблики, они могут много сказать об их манере поведения, об их манере общения. Как ты думаешь, уместно ли это? Должны ли игроки менять свою манеру поведения, когда они вступают на соревновательную сцену? Или это, в принципе, у нас такое сообщество, что это все с рук должно сходить? Разрешение скажу про FN несколько слов. Этого человека я только знал по новостям на сайтах, по его скандалам и по отзывам на комьюнити. Когда Aloha с NoFear просто кричали, что этого человека надо потестить в Империю, я упирался по понятным причинам. Ну ладно, там, решили потестить. Потом я начал с этим человеком общаться. Общаться в скайпе и слушать тренировки. Я не знаю, где, вот, куда делся тот неадекват, который там был и был ли он. Я с ним просто раньше не общался, не знаю. Но вот сейчас у нас FN Ростислав самый адекватный в команде игрок. Он хочет работать, он хочет развиваться, он хочет выигрывать. И это очень круто. Это пример, как человек смог изменить себя практически за полгода. Я общался вот там с тем же NoFear, с тем же Йоку по отношению в тренировках, даже у Габлака спрашивал некоторые моменты, как это было. То есть действительно имело место быть в том плане, что там FN уходил с тренировок, там были какие-то проблемы с поведением. У нас таких проблем нет. Там, да, бывает горение в пабах, но мы все знаем, что у нас сейчас такие пабы, от которых не гореть нельзя. Это действительно то, что говорили в интервью, что в матчмейкинге сейчас очень тяжело играть и игроков некоторых можно понять, что кто там только не попадается. В этом плане опять же у Лола есть система, где ты указываешь игровую роль перед началом игры, на которой ты хочешь играть. И рейтинг, который в Лоле, именно их не или лиги, они показывают уровень игрока более объективной, чем рейтинг в Доте. Это тоже такой момент. Поэтому FN просто очень хороший игрок. И перспективный, и как человек, и просто к нему претензий нет. Что касается науфира, к нему есть определенные претензии, но тут скорее даже не по игре, а некоторые вопросы по общению. Он слишком много считает, в том плане, что думает, что игроки должны решать все, что вот менеджмент, ничего, игроки должны все решать. Был момент в начале решавла, еще осенью, когда предлагали алоха тестить Sunlight, и на спорту тогда кажется, тогда опять же, кто-то был за, кто-то был против, менеджмент был против, потому что тестить мидера на саппорта была не очень хорошая идея, но в частности, когда был случай, в общем, Sunlight, как-то я спрашиваю у Sunlight, почему ты, собственно, общаешься с игроками, так и так, тут вопрос надо было решать с нами. Ну что он мне ответил, что менеджмент ничего не должен решать, или там как-то разве менеджмент что-то решает после этого, ну, было уже понятно, что Sunlight не попадет в Ампире никак. Это просто такой пример. Естественно, касательно поведения игроков, все это должно фикситься, все это должно пресекаться, но какие-то это все будет не сразу, какие-то рамки допустимые этого поведения есть, и если игрок подписывает контракт с организацией, там четко прописаны штрафы и обязанности, что можно, что нельзя делать. Поэтому, по крайней мере, во время тех случаев, что игроки были в Ампире, они себе не позволяли ничего такого, что могло бы привести к штрафам. скажем так, был там момент недавно как раз, но мы не будем на этом останавливаться, там игрок признал свою ошибку, что он был неправ. А что касательно пабов, я считаю, что, конечно, игроки должны работать своим поведением там, все-таки они публичные лица, и будучи даже игроками империи, они уже не должны себе позволять в пабах даже такого высказывания. Как-то так. Спасибо за интересное мнение. Вот возникла ситуация, что перед Дота Питом вас ставят перед фактом, что нужно выбирать какую-то одну из сторон, какой-то один из составов. Как ты думаешь, насколько вообще корректна ситуация, в которой слот на LAN выигрывают одни люди, а едут туда совершенно другие? И речь не идет об одной-двух заменах, а речь идет о том, что большинство посетителей LAN-а это люди, которые вообще никакого отношения к этому слоту не имеют. Это, конечно, некорректно по отношению к игрокам, но то, что слот закреплен за организацией, это в принципе правда, и организаторам турниров интересно увидеть на турнире именно сильный бренд, а бренд уже должен позаботиться о том, чтобы привести сильных игроков, которые покажут интересную игру. Можно сказать спасибо, конечно, Valve за трансферные окна, потому что если бы трансферных окон не было, то вполне можно было бы сказать, заставить игроков сказать, ребят, вот, либо вы едете так на Dota Pit, либо вообще никак не едете на Dota Pit. Но так как у нас мало времени, вот, неизвестно, насколько следующий трансферный окно продлится, но я так подозреваю, что там 2-3 недели, и что уже практически после Dota Pit оно уже будет закрываться. Опять же, не будет никакого времени. Нас поставить в такую ситуацию, да, она некорректна, я считаю, но выбора здесь особого нет, к сожалению. Есть, да, 100%, какая часть решения, на твой взгляд, должна лежать на плечах игроков, а какая часть на плечах организации. То есть, это 50 на 50 соотношение, или там это 90 в пользу игроков, и, в общем, какое соотношение тебе кажется адекватным? Смотря в каких вопросах, то есть, можешь уточнить примерно, каких вопросов вы можете соотношения? Ну вот, вопрос смены, например, состава, то есть, опять же, возьмем ситуацию перед Dota Pit, что говорят, кикаем хвоста и фаника, или ой, все, не будем больше так играть. И, допустим, насколько менеджмент имеет моральное право ударить кулаком по столу и сказать нет, ладно, отыгрываем, как мы можем. Или тут нужно уступить, потому что менеджмент в вопросах смены состава все-таки должен делать шаг назад, поскольку, но менеджеры банально не так компетентны в вопросах Dota и скилла, как игроки. Да, это, конечно, хороший вопрос, но я думаю, что менеджмент, в любом случае, должен иметь большую часть веса в этих решениях. Как я уже раньше говорил, тут должна быть ситуация, просто одну и ту же информацию можно сказать по-разному. Игрок может подойти с какой-то ультиматино, что-то либо так, либо и все, а может подойти и сказать, что вот, ребята, так и так, мы хотим выиграть, нам кажется, что с этими игроками будет лучше, что по таким-то причинам мы, наверное, сыграем лучше. Давайте попробуем, если не получится, мы вернем или попробуем что-то еще. Вот вопрос подхода этого важен. Когда игроки приходят и просто кричат, что так, либо не так, то это вызывает отторжение. И действительно, очень сложно дальше работать уже, какую бы ты сторону ни принял. Рубить с плеча сразу всех кикать это очень плохой вариант. Конечно, лучше всего разобраться изначально, попробовать решить эти все конфликты. Процент я тебе не скажу, но скажу, что большую часть я бы все-таки же оставлял за менеджментом, так как они сторона в этом случае нейтральная и они видят это все со стороны, чтобы принять более правильное решение на основании всей информации, которая от игроков поступила. Интересная мысль. Еще такой вопрос про взаимоотношения менеджмента и команд. Менеджер и команда, как они должны быть, в каких отношениях? Это отношение начальника и подчиненного? Это отношение двух партнеров, которые равны по большому счету? Или еще какая-то модель есть? Нет. За модель далеко ходить не надо. Можно посмотреть, какие компании в большом бизнесе добиваются больших успехов. Больших успехов добиваются компании с сильной командой. А сильная команда это коллектив единомышленников. Коллектив, в котором люди идут к одной цели и имеют примерно общие взгляды на нее. При этом есть начальник. Да. Начальник всегда, конечно, будет для них они будут чем-то недовольны, возможно, но они должны его уважать как минимум. И в таких коллективах даже общие корпоративные мероприятия проходят с руководством, и там эти грани формального общения стираются. Я бы сказал, что в данном случае отношения должны, конечно, быть не начальник, подчиненный, это слишком будет для киберспорта, наверное, сейчас неправильно. они должны быть дружеско уважительны, они должны, просто игроки должны понимать, что организация их работодатель и что игроки несут ответственность за все это. А менеджмент, он принимает решения, но при этом все те решения, которые принимаются в организации, по составу, допустим, по участию в турнирах, за все отвечает менеджмент. То есть, если что-то пойдет не так, потом комьюнити, там владельцы, они скажут, что менеджмент провалился, то есть, менеджер виноват. Если, допустим, команда выигрывает турнир, как правило, менеджеров никто не вспоминает. Это игроки выиграли, это они все добились, это они такие молодцы, там сделали рэмпоч, там все круто. Менеджер тут ни при чем. Это очень удобная позиция для игроков, когда с одной стороны они в любом случае в плюсе, а в другом случае менеджмент всегда виноват. Поэтому взаимно доверительные и уважительные отношения, когда найдутся игроки, которые поверят в менеджмент, примут его аргументы, скажут все свои, и менеджмент примет эти аргументы, вот эта СНГ-команда выиграет интернешнл. Кстати, вот кого из своих коллег вообще на мировой сцене, не будем брать только СНГ, ты бы выделил и сказал бы, что вот я вижу импакт этого менеджера на результат команды? Ну, сходу я бы, наверное, выделил Чарли из Eval Genius. Так, прямо сходу. А так, на самом деле, именно с менеджерами, которые сработают с игровыми составами, я не сильно знаком. Я больше именно по организационным моментам. Так что, наверное, пока только его. За китайской сценой я точно не слежу. А в остальных организациях, ну, насчет Team Secret, можно сказать, CyberMed, но он очень противоречивая личность и ввиду вот таких событий странных с невыплатным денег, я даже не знаю. как бы я с этим человеком общаюсь, вроде общались нормально мы, но, наверное, тут его вклад точно в Team Secret не буду выделять, потому что в команде где есть купей, кто бы что не вкладывал, купей все равно решающее звено. Так что, пока что остановимся на Чарли. У Empire было много составов, если почитать комменты в группе, разные люди называют золотыми составами совершенно разные. То есть, кто-то там вообще ударяется в жесткую ностальгию, там, в 2012 год, кто-то кому-то по душе больше всего состав с Йоку, кому-то по душе состав с Магом, а у тебя есть любимый состав Империи? У меня есть любимые игроки. Любимого состава нету, наверное. Из прошлых могу сказать, что сильнейшим составом это, наверное, был состав, который на прошлое International ездил, там, Resolution, Silent, Йоку, Алоха и Fly. Вот, это состав был сильнейший, потому что, в принципе, все игроки были по скиллу хороши, и мы там, конечно, провалились по ряду моментов, но в целом состав был силен. А любимые игроки у меня есть, да, и я это никогда не скрывал, я считаю, что Silent Resolution сильнейшие игроки на своих позициях, и мне очень жалко, что по различным причинам они вместе играть не хотят, может быть, когда-то еще будут, но в целом именно эти два игрока, они способны вытащить любой состав на самый топовый уровень и выиграть с ним все что угодно. Я бы с удовольствием поработал снова и с Ромой, и с Эйратом в любом составе. Спасибо тебе большое за интервью, обсудили мы много разных тем, и хороших, и не очень, и давай закончим на позитивной ноте, передай какие-то приветы, может быть, пожелания кому-то. Да, наверное, будут пожелания. Я бы хотел сказать Артуру Габлаку, что я уважаю его как игрока и как человека. Он был в империи, он много для нее сделал, и в целом он важное звено на СНГ сцене. Мне, честно говоря, было обидно слышать его слова про какие-то мои методы работы. Я не знаю, на чем это основано, потому что мы с этим человеком практически никогда не пересекались. Вот, практически никогда. Поэтому, Артур, если есть у тебя какие-то вопросы ко мне, я буду рад с тобой их все обсудить, но в целом я не думаю, что должны быть какие-то противоречия между нами. Хочу сказать комьюнити, чтобы они более терпимо относились ко всему контенту, ко всем слухам, которые они видят, которые читают. Потому что вы не видите всю картину изнутри. Даже менеджмент не всегда видит, одной командой видит всю картину изнутри, там в другой команде. Я стараюсь не делать каких-то резких поспешных заявлений, потому что понимаю, что все может измениться. И опять же, я не все могу знать, не все могу предполагать, как что есть. Поэтому будьте терпимыми, будьте более сдержанными и оказывайте поддержку своим любимым командам. Если почитать форумы иностранные, в случае провала там больше комментариев о том, что вы молодцы, о том, что все будет хорошо. Если почитать наши форумы после провала, да даже после победы, если почитать форумы, то всегда негативы почему-то больше. Я призываю просто избавляться от этого негатива. И также хочу сказать, что если у кого-то ко мне есть вопросы, я всегда на них готов ответить. Может быть, в следующем интервью, может быть, еще когда-то. Но в любом случае менеджмент империи открыт для общения с комьюнити. Мы хотим выяснить все эти вопросы, чтобы ни у кого не оставалось каких-то сомнений по событиям, которые произошли сегодня. Так что давайте кто меня знает. Удачи! Болейте за любимые команды! Спасибо вам за интервью! субтитры и субтитры